Солковая блуза от бренда Винс. Стоит она сейчас 45 долларов. Хотя изначально, давайте посмотрим, сколько. 295. Севые джинсы, боже мой, Келлин Клайн, стоили 89, а сейчас стоит 7 долларов. Я бы лично никогда бы не подумала, что этот образ стоит 37 долларов. Стоит оно 30 долларов, а раньше оно стоило 448. Ребят, всем привет! С вами Дарья Йорк. Я сейчас сижу, собираюсь и крашусь. Сегодня у нас с вами будет долгожданный поход в магазины. Вы меня очень часто об этом просили. И вот сегодня мы с вами туда пойдем. В общем, сейчас я предлагаю вместе с вами накраситься. Я уже нанесла тон. Сейчас хочу нанести консилер. И также хочу дать вам несколько советов, что касаемо тех магазинов. Потому что они, скажем, не совсем стандартные, к которым мы привыкли. То есть, когда вы зайдете туда, то для вас это будет немножко такая шокирующая ситуация. Потому что там совершенно все неорганизовано. Там огромное количество вот этих стендов с одеждой. И ты просто даже не знаешь, куда пойти. Потому что обычно это огромные также магазины, где, в принципе, несколько этажей. И ты, когда на это смотришь, естественно, теряешься. Особо тогда ничего не получается найти. Так вот, первое, что бы я вам посоветовала, в первую очередь, это знать, что вам нужно. Создайте список шоппинг-лист. И тогда вам уже будет проще отбирать по категориям. Потому что, в принципе, там все разделено, как джинсы, шорты, юбки, какие-то платья, футболки, майки и так далее. И если вы знаете, что вам нужна определенная категория, то вам уже будет легче туда направляться. Как я уже и говорила, в таких магазинах очень часто бывает, что либо ты находишь джекпот, либо ты особо вообще ничего не находишь. Не нужно расстраиваться. Просто, возможно, это не тот день, когда у них появилось поступление. Возможно, вы пришли в понедельник. Кстати, в понедельник такие магазины я не советую идти, потому что к ним поступление еще не пришло. Но в тот же момент на выходных, естественно, все разобрали. Мои самые любимые дни, либо это вторник, ну и то, опять же, нужно идти уже после обеда. Ну а если самые-самые лучшие дни, то это четверг. Если вот в четверг там утром и днем, в принципе, в любое время, они как раз-таки завозят и выкладывают больше вещей, больше косметики и так далее. И вот в этот момент как раз-таки будет отлично, так скажем, поохотиться на классные находки. Вот, сегодня у нас с вами вторник. Поэтому мы сегодня, в принципе, именно поэтому туда и пойдем. Потому что я надеюсь, что смогу вам что-то показать хорошее. Но в любом случае, у меня есть уже такая насмотренность. То есть мне не нужно идти проверять каждые вещи. Например, у некоторых брендов я знаю, какие они используют ткани. То есть вот PCBG, в принципе, они всегда мне бросаются в глаза, потому что у них особенные материалы, которые они используют. Там очень много таких брендов, как Kellen Klein, как Gass, Vince Theory и другие такие прям популярные бренды. Что касаемо обуви, то я очень часто встречала бренд Stuart Weitzman. Вы знаете, у меня есть ботинки, о, не ботинки, а ботфорды, которые я покупала. Но я покупала их не там, а в другом месте. Но в любом случае, я их также видела в TG Maxx продавали. Если у вас, например, нет такой насмотренности, то тут, опять же, вы составили свой шопинг-лист. Вы, например, узнаете, какие цвета вам идут. И вот, если вы видите хороший материал или вы видите цвет, который, возможно, вам бы подошел, то просто вы можете посмотреть, какая вещь там висит. Потому что, как я уже сказала, это такое огромное количество вещей, что если вы будете просматривать каждую, то у вас это однозначно займет просто целый день. Потому что магазины реально огромные. Ух, а что еще? Как я уже сказала, очень часто поступления происходят во вторник, в четверг. Ну и также они в целом каждый день обновляют ассортимент. Поэтому, если вы, например, пришли сегодня, вы ничего не нашли, возможно, завтра вы придете и найдете уже много интересных вещей. Потому что бывает все по-разному. И также нужно отметить, что если, например, вы пришли в один магазин, допустим, Берлингтон, и вам понравилась вещь, но ее нет в вашем размере, то есть большая вероятность, что та же вещь будет находиться уже в другом размере, в другом Берлингтон. Поэтому, если вот вам что-то конкретно очень запало в душу, то я вам очень советую съездить также в другие локации и посмотреть. Продолжаем с вами снимать. Я просто сходила на Мочила Бьюти Блендер. А следующий совет, который могу дать, это, если вам понравилась какая-то вещь, и вы думаете, что сейчас пойду посмотрю еще по магазину, если что, вернусь и возьму ее, то так делать не нужно, потому что обороты в таких магазинах просто сумасшедшие, и может уже через несколько секунд подойти другой человек и забрать эту вещь. Поэтому, если вам что-то нравится, вы лучше положите себя в корзину, потом уже примерите, или если передумаете, то вы можете, как говорится, всегда убрать, но большая вероятность, если вы этого не сделаете, то просто потом вы упустите свою находку. Поэтому у меня достаточно всегда огромная корзина, когда я хочу в эти магазины, а потом уже, естественно, я все фильтрую. Ух, так. Далее, что я хочу сказать. Естественно, очень приятно находить там хорошие бренды, но также иногда бывает бренд не совсем известный, но у него очень хороший состав. То есть не всегда нужно гнаться именно там за каким-то хорошими брендами, потому что не всегда они, во-первых, качественные, а во-вторых, иногда совершенно незнакомые бренды бывают просто необычных красивых дизайнов с хорошими составами. И вот на составы я бы тоже советовала обращать внимание, потому что, как я вам уже показывала, буквально на прошлой неделе я нашла платье из льна и вискозы за 10 долларов. И оно просто невероятного дизайна, но в тот же момент это бренд совершенно неизвестный. Но для меня это совершенно не имеет значения. Если для вас тоже, то всегда обращайте на такие вещи внимание. Если я сейчас что-то еще вспомню, то обязательно вам расскажу. Сейчас хочу быстренько уже доделать макияж с вами, поехать туда. Почему, кстати, вчера не вышло видео? Потому что я поехала в магазин, и что вы думаете, я там ходила, собирала все вещи, составила уже образы, сошла в перемерочную. И просто, что вы думаете, я забыла карту памяти. И поэтому у меня вчера и так особо было такое не очень настроение. Не знаю, вот тот день, когда вот ты чувствовала себя дерьмово. И вообще в такие дни, вы знаете, я не люблю снимать видео, поэтому когда еще я узнала, что не взяла карту памяти, я расстроилась очень сильно и просто решила отдохнуть. Вот, но сегодня я проснулась, у меня столько энергии. Я хочу на самом деле сегодня снять три видео, если у меня получится. Ну, хотя бы два. Два точно, думаю, получится. Поэтому я полна силы и энергии. Мне очень хочется с вами сходить на шоппинг. И, кстати, еще один совет, который я могу точно дать, это идти на шоппинг только с хорошим настроением. Обязательно делайте хотя бы такой минимальный макияж, чтобы вы себе нравились в зеркале, потому что, когда ты меряешь вещи, когда у тебя не совсем ровный тон, или вот просто ты не нравишься себе в зеркале, то, естественно, вещи, которые ты будешь мерить, ты будешь в них сомневаться. Иногда, на самом деле, ты находишь невероятный наход, но из-за того, что тебе не нравится, как ты выглядишь в зеркале, ты их оставляешь, а потом просто их не сможешь найти. И когда плохое настроение, реально на шоппинг даже нет смысла идти, потому что это достаточно такой изнурительный процесс, особенно в этих магазинах, в которые мы сейчас пойдем. Это не то, где мерчедайзинг, все красиво развесили, и вот тебе нужно только подойти и взять. Тут реально придется поискать. Это такая целая игра, и она мне очень нравится, поэтому, если вы этого еще не делали, то тоже рекомендую. И, как я уже сказала, очень много вещей в моем гардеробе. Я нашла в таких магазинах. Я сама раньше ими пренебрегала. Я помню, когда я приехала, и вот мы с тетей пошли в такой магазин, в Маршалс, я помню, это был. Я думаю, боже мой, куда мы пришли вообще? И после этого, естественно, мне не хотелось туда заходить, а потом я один раз зашла, нашла классную вещь по приятной цене, второй раз, третий раз, и потом думаю, ничего себе. А сейчас особенно у них есть отдельная... Опять там сирены и так далее, но да ладно. У них есть отдельная такая секция The Runway, и там продают именно такие реально брендовые вещи. Например, в Tij Maxx есть также еще отдел с дизайнерскими сумками. То есть вы, например, можете купить сумку Валентина там на 600 долларов дешевле, а это действительно очень хорошая экономия. Что касаемо... Там можно также найти классные кошельки, какие-то аксессуары. Иногда там продают дизайнерские часы, украшения, косметика. Но вот это я все говорю про Marshalls, ой, Marshalls, а Tij Maxx. В Tij Maxx вот реально там можно, в принципе, найти абсолютно все, как и дизайнерскую, люксовую, так скажем, косметику, так и, в принципе, все, что касаемо одежды и аксессуаров. В общем, думаю, нужно уже не болтать. Сейчас я быстро докрашусь, и мы с вами уже пойдем туда. Ну что, я уже накрасилась, собралась. Сейчас вам быстренько покажу свой образ. И также хочу сказать, что на шопинг всегда очень важно одеваться комфортно, чтобы ничего нигде не передавливало, чтобы эти вещи можно было с легкостью снять и одеть, без каких-либо там сложных завязок, клепок и так далее. В общем, в целом мой образ выглядит вот так. Вот эти балетки Mule, скажем так, они от бренда Nine West, очень похожи на стилистику сирен, мне они безумно нравятся. Эти кулоты и этот топ я покупала в Берлингтон, и я специально их надела, чтобы вы могли наглядно видеть, что не обязательно тратить большие деньги, чтобы выглядеть стильно. Этот блейзер, он от Forever 21, а эта сумка у меня тот от Yves Saint Laurent. Я специально с собой взяла, потому что мне нужно будет сделать ноутбук. Когда мы с вами сейчас заснимем это видео, я сяду где-нибудь в кофейне и буду монтировать. Итак, ребят, мы сейчас с вами находимся на 23-й улице и 6-й Avenue, и тут вот находится один из Берлингтон. Тут всегда очень хороший выбор, в принципе, одежды и обуви, поэтому пойдемте сюда. Как я вам уже говорила, здесь вещи развешаны по размерам, но я бы все равно рекомендовала заглядывать также и другие размеры, потому что никогда не знаешь, где надежды и потеряешь. И очень часто я покупала классные там платья в размере Элли, они сидели просто превосходно, более такой оверсайз эффект. И вот мы с вами уже зашли, я вижу парочку классных вещей. Вот я уже нашла вот такой, забыла как называется, в общем, померим, поймете. А также вот смотрите, очень красивый такой нежный топ. От бренда Joy, кстати, это достаточно-то дорогой бренд. Вот он стоил раньше 178, сейчас стоит 30. Вот так он выглядит, выполнен из лодка. В общем, давайте я сейчас пройду, посмотрю, что же здесь мы сможем найти, потом мы с вами зайдем в примерочную и уже померимся. Вот так у нас тут развешенное платье. Как я уже говорила, немножко все небрежно. Достаточно сложно найти здесь хорошие вещи, но это возможно. Вот, например, шорты, еще шорты, потом уже штаны, капли, джинсы, брюки, сумки, обувь. Вот сумки на первом этаже, обувь уже на втором этаже. Тут, кстати, также большой выбор одежды на распродаже. Иногда можно найти что-то неплохое. Зачастую даже это будут какие-то более такие дорогие бренды, потому что здесь не так их часто покупают, и поэтому они очень часто появляются на распродаже. В общем, давайте посмотрим все. Как вы можете заметить, это только первый этаж, а у этого магазина три этажа. То есть вы понимаете, какой объем одежды здесь. И, как я уже сказала, нужно знать конкретно, что тебе нужно, и тогда ты сможешь что-то найти. Мы с вами подошли к отделу с вечерними платьями. Смотрите, какой шикарный вариант я нашла. Это бренд BCBG, такое платье длины Макси. Нежно-пудрово-розового цвета. Раньше оно стоило 298, а здесь оно стоит 25 долларов. Вот еще один просто потрясающий вариант. Это уже бренд Пинц Камута. Раньше оно стоило 308 долларов, сейчас оно стоит 50 долларов. Немножко подороже, но это уже совершенно другая ткань. Она намного дороже, чем то, что я вам только что показывала. И цена просто невероятная. По секрету расскажу. Это платье я уже купила. Опять это бренд BCBG, платье Макси. На какой-нибудь красивый вечерний выход. И стоит оно 30 долларов. А раньше оно стоило 448. Но вы только посмотрите на эти детали, на это кружево, на этот крой, как это все красиво и аккуратно выполнено. Вообще это просто бомба. За 30 долларов это, я не знаю, это не то, что просто находка. Это нереальная находка. Вот этот белый сарафан уже выполнен на 100% хлопка. Просто очень приятный материал. Это бренд Joy. Раньше оно стоило вот 398, а здесь оно стоит 59. Ну, это 60 получается. Этот бренд всегда представлен здесь чуть подороже. Но в любом случае, опять же, это шикарная цена для такого качественного сарафана. И вот можно смотреть разные сарафаны. Кстати, очень похож на тот, что я вам показывала ранее. Но зато мне здесь не нравится вот этот верх. Он выглядит очень дешево. В моем случае, то, что я покупала, он намного качественнее. И, кстати, это тот же самый бренд. А, или нет? Нет, не тот же самый. Обманула вас. В общем, смотрим, 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 что же мы тут с вами сможем найти. Такой вариант, опять же, на каждой дете очень симпатично выглядит. Вот такой, например, вариант. На каждый день тоже очень классно бегать по делам. Красивого хаки цвета. Стоит 17 долларов. Нашла просто супер инстаграммное короткое платье черное в горошек, мелкие. От бренда Likely. И стоит он 25 долларов. Вот. Кстати, вот то самое платье, которое вам показывала в покупках одежды, когда мы составляли образы. Вот оно еще здесь есть в наличии. Стоит 25 долларов. Для любителей бренда Guess. Вот здесь также есть абсолютно такое базовое платье. И оно стоит 30 долларов. Смотрите, какое я нашла шикарную джинсовую юбку. Я, кстати, очень похоже на эту заказывала с Revolve. Только, естественно, я отдала в 5 раз больше. Здесь вот она раньше стоила 208 долларов. А тут продается за 29,99. Это вот такой бренд. Как я вам ранее говорила, здесь очень часто можно встретить вот этот бренд Wins. Он достаточно популярный здесь в Америке. Эти шорты, например, выполнены из льна и хлопка. Стоили 175. Сейчас они стоят 50. Конечно, не самая лучшая скидка и не самое хорошее предложение. Но в любом случае, если сравнить с первоначальной ценой, то просто супер вариант. Также здесь можно найти бермода шорты. Бренд D. Jeans. И стоят они 15 долларов. Здесь, кстати, также можно найти различные классные блейзеры, пиджаки. Вот, например, такой вариант Tahari. Раньше он стоил 118, сейчас он стоит 39,99. Очень такой приятный материал. Возможно, тоже натуральный. Давайте посмотрим. 50% лен, 42 катона, 3 спандекс. Просто шикарный состав. Мы с вами зашли в отдел с футболками. Например, вот такая Kellen Klein. Стоит 20 долларов. Раньше стоила 40. Абсолютно вот базовый вариант белый. Смотрите, тоже сделана из хлопка, видимо. Стоит сейчас 18 долларов. И также вот еще такой Kellen Klein. И вот это, например, Tommy Hall Figure. Очень красивая. Опять же, базовая футболка. И вот такой еще тут выбор. Также вот, смотрите, я нашла вот такую абсолютно базовую модель Levi's. Эта кофта стоит 15 долларов. Раньше стоила 50. Смотрите, нашла укороченную джинсовую куртку. Он бренда Peach. К сожалению, цены, какая изначально была, здесь нет. Но сейчас она стоит 30 долларов. Вот такие Military Shorts тоже. Они сейчас стоят 10 долларов. Смотрите, как они круто выглядят. Вот этот бренд, он, по-моему, тоже очень дорогой. И, например, вот такие джинсы прямого кроя. Очень красиво. Цвета джинсы. Выглядят вот так. Стоит сейчас на скидке 25 долларов. А, вот цена. Раньше они стоили 200. Как я вам говорила, естественно, здесь очень много вещей. Кстати, вот, очень красивые джинсы. Боже мой, Killian Klein. Стоили 89. А сейчас стоят 7 долларов. Боже мой, это вообще что? Так, давайте мерить. Также всегда нужно помнить, что если, например, вещь вам большая и сидит не совсем хорошо, то можно всегда отнести в ателье. И на вас делают идеальную посадку. Но в любом случае это будет намного дешевле, если бы вы взяли просто, например, идеальный свой размер в магазине. Например, вот, смотрите. Current Elite, вроде так бренда называется. Раньше стоили 218. Сейчас стоят 21 доллара 99. Кстати, я их возьму. Это мой размер. Потому что я ищу белые штаны. Вот. Давайте с вами пройдемся по сумкам. Я, если честно, здесь сумки не люблю покупать. Особенно в Берлингленд, потому что здесь уже совсем устарелые модельки. Но иногда, естественно, можно найти что-то необычное, что-то красивое. Но вот пока что у меня не получалось это сделать. Тут вот очень много бренда Michael Kors, Gass. Какие еще? Вот, например, тут все Gass как можно. Вот, например, такая сумка Carl Lagerfeld. Она стоит 80 долларов. Раньше стоила 178, но я бы ее не купила. Потому что лично для меня вот эти все детали, они очень ее простят. Но зато, например, вот такой вариант мне нравится намного больше. Потому что здесь нет таких пестрых деталей. Она вся такая очень минималистичная, хорошо выполнена. Интересная форма. И стоит она 99. Ну, вот она и цена, чуть-чуть подороже. Ребят, ну, чтобы вы просто понимали, здесь настолько большой магазин, что я вам чисто физически не могу все показать. Вот тут, например, продают также вечерние клачи. Тут с одной и с другой стороны. Не знаю, кто их носит вообще. Есть ли люди, которые еще носят вечерние клачи? Мне интересно. У меня есть один, который я купила 100 лет назад. И вот у меня никак не получилось его еще взять на какое-то мероприятие. Также здесь бьюти. Отдел есть не такой хороший, как в Marshall's и в TG Maxi. Но в любом случае вот различное там мыло, гель для душа можно здесь приобрести. Иногда появляется люксовая такая косметика. Недавно видела набор от MAC. Но такие здесь находки бывают достаточно редко. Ну что, смотрите, мы с вами нашли вот такой набор от MAC. Здесь 4 мини-блеска для куб стоят 13 долларов. Кстати, я тут задумываю взять себе вот такие ногти, когда мне нужно видео снимать, а маникюр еще не сделаю. Наклеил и пошел, как говорится. Стоят они 4,99. И вот здесь разные варианты такие есть. Нюдовый, розовый, черный. Видите, блестками с какими-то. В общем, вот так. Ну что, мы с вами зашли в пример, что я выбрала самый небольшой, чтобы хотя бы вам хоть как-то было видно, что я показывала. Потому что существо недостаточно маленькие. И не совсем там комфортно примерять вещи. И освещение здесь так, ну, просто отвратительное. Поэтому иногда достаточно сложно понять, идет ли это вещь или нет. Ну что, первый образ у нас выглядит вот так. Это блуза от Keling Klein, так же, как и эти джинсы. Джинсы, как вы помните, стоят всего 7 долларов. Посмотрите, какая красивая джинса. Они у меня немножко маловато. Вот если бы на размер были бы больше, то вот просто было бы супер. Я бы точно взяла. Так, они сидят на попе. Очень хорошо, красиво. И вот этот топ мне, кстати, тоже очень нравится. Опять же, такой инстаграмный, летний. И мне кажется, это прям вот отличный такой образ на каждый день. Или, например, если одеть какие-нибудь красивые босоножки на каблуках, то можно пойти куда-то на бар и прогуляться. В общем, я бы лично никогда бы не подумала, что этот образ стоит 37 долларов. Вообще супер просто. Также я здесь нашла вот такие белые skinny jeans. Они здесь ужасно сделали вот эту защиту. Неудобно, тоже непонятно, как они на тебе сидят. Но ладно. Стоят они 25 долларов, хотя это бренд Page. И он достаточно дорогой. Обычно такие вещи стоят 200-300 долларов. Вот, вроде бы неплохо, но в тот же момент, не знаю. Мне кажется, можно и лучше найти. Вот у нас с вами следующий образ. Отлично будет выглядеть на фотографиях. А, это вот такие белые штанишки skinny от бренда Current Elite. Стоят они сейчас, я вам скажу, сколько они стоят. 22 доллара. И этот хлопковый топ, он от бренда State и стоит 15 долларов. Мне нравится. Но брать я ничего не буду, хотя мне нравятся, как сидят эти штаны. Но я потом заметила, что здесь вот такое черное пятно. Кстати, почему я вам советую всегда мерить вещи, особенно в таких магазинах? Потому что на вешалке ты этого не замечаешь, но потом ты увидела, как бы не хочется ехать и обратно это возвращать. Понимаете, да? Также хочу вам показать еще одну находку, которую я нашла. Это вот такая шикарная шелковая блуза от бренда Vince. Выглядит она вот так. Просто невероятно красивый хаки цвет. Я ее решила здесь завязать, но, естественно, ее можно носить просто без вот этого узелка. И будет она выглядеть вот так. Можно, конечно, брать. В общем, можно по-разному экспериментировать. Сейчас лучше видно ее цвет. И стоит она сейчас 45 долларов. Хотя изначально... Давайте посмотрим, сколько. 295. Вот так-то. Давайте я вам вначале буду показывать вещи на вешалке, которые я буду мерить, потому что так лучше видно. В общем, следующая вещь это вот такая белая юбка с красивой такой бежевой отстрочкой от бренда Jessica Simpson. Стоит она сейчас 17 долларов. Раньше стоила 70. В общем, она вот так выглядит. Сверху хочу набросить вот такую хлопковую длинную рубашку. Отличный вариант ходить на пляж. Она очень легкая, невесомая. Мне будет комфортно, не сильно жарко. Стоит она сейчас 15 долларов. И опять же, это 100% хлопок. И вы посмотрите, какие красивые детали здесь внизу. Вот так уже сидит эта юбка на мне. Она у меня достаточно большая. Много здесь места. Но в любом случае, она мне очень нравится. Приятная к телу. И сверху вот эта рубашка. Я, естественно, сейчас не буду примерять никакие купальники. Но в любом случае, можно представить, как это будет выглядеть. А это топ, который я сегодня изначально надела дома. Вот. Следующее мы будем с вами примерять вот такое боди. Стоит оно 9 долларов. И вот такие бежевые штаны на высокой талии. У меня зачастую такие модельки очень хорошо идут. Хорошо сидят. От бренда Juke Hudson. Стоят они 20 долларов. Этот образ мне полностью не нравится. Эти штаны достаточно большие. Даже несмотря на то, что это размер small. А этот топ, он слишком низко сидит. И невозможно регулировать лямки. Хотя в нем был потенциал. Очень жаль. Следующее мы с вами будем примерять повседневное платье от бренда BCBG. Раньше оно стоило 248, потом 48,99. А здесь оно продается за 10,99. И как я вам уже говорила, материалы у BCBG просто превосходные. И лекала тоже интересные. Так что давайте примерим и посмотрим, как оно будет сидеть. Ребята, я примерила это платье. Вы посмотрите, какой интересный крой, какая посадка. И вот цвет. Вообще все мне в нем нравится. А больше всего мне нравится в нем цена. 11 долларов. Ё-моё, это BCBG. Такой материал. Все настолько качественно выполненное. И 11 долларов. Блин, брать не брать. Это единственная вещь, которую мне за сегодня хотелось взять. Боже мой, оно превосходное. И цвет мне идет. Также вот эти брюки привлекли мое внимание. Здесь цвет немножко ярче, чем на самом деле. Поэтому вот этот цвет отлично их отображает. В общем, они очень такие красивые. Свободного кроя, на высокой посадке. Стоят они 25 долларов. Сейчас их также примерим. Я примерила эти брюки. Вроде бы и неплохо сидят. Но опять же, я не в восторге. Следующее, что привлекло мое внимание, это вот этот ромпер белый. С четырьмя вот такими интересными пуговицами. Стоит он 17 долларов. Ну что, вот мы с вами уже примеряем последнюю вещь. Если честно, в принципе, не люблю носить ромперы, потому что они не подчеркивают мою фигуру, а наоборот делают акцент на талии, которой особо-то и нет. Но в любом случае, если вот вы ищете что-то подобное, то мне кажется, это просто отличный вариант на лето. Вот так у него выглядит спина. Все бы хорошо, но просто они мне реально не идут. Ну что, мы с вами померили одежду. Я думаю, можно на этом остановиться. Сейчас вам хочу показать обувь, которая здесь представлена. Здесь, в принципе, все разделено по размерам. То есть, десятый размер, девятый, восьмой, седьмой, там, семь с половиной и так далее. Вот, и я только сошла в магазин, и смотрите, что я нашла. Ой, точнее, не в магазин, а в этот отдел. Туфи от бренда Stuart Whiteman, которые раньше стоили 398 долларов, а сейчас они стоят 75. Тут разве нужно что-то говорить? Нет вообще? Еще мой размер. Вот он бывает. Что мне делать? Куда мне столько всего? Ладно, я не буду брать, в любом случае. Ну, примерить-то можно. Вот так они выглядят на ножке, очень красивые. Но, кстати, размер не мой, половина размера мне, наполовину размера мне больше. Вот такие классические кроссовки Adidas. Стоят 35 долларов. Кстати, вот такие классные шлепки я уже себе купила. Они стоят 15 долларов. Я в них выхожу на балкон или на пляж хожу. Очень красиво они, конечно, сияют, особенно на солнце. Сейчас камера не особо передает. Но, когда идешь и падает солнце, то это что-то невероятное. Например, вот такие классические босоножки от Kellen Klein. Стоят 35 долларов. Вот такие суперудобные кроссовки от DKNY. Стоят 50 долларов. Шлепки Michael Kors. Стоят 50. Вот этот Sam Edelman. Туфли золотые. Прям как у Золушки. 50 долларов. Вот эти такие необычные. Стоят 17 долларов. Боже мой, там кричит ребенок, и я ничего не могу сказать. Вы это слышите? В общем, в любом случае, здесь можно найти такие бренды, как Michael Kors, Kellen Klein, Guess, Steve Madden, Fila, Adidas. Блин, просто вот, мне кажется, все популярные бренды. Ну, не все, конечно, но многие здесь есть. Также вот смотрите, такие эспадрильки от Stuart Weitzman. Стоят они 89.99. 90 долларов, получается. Кстати, вот, помните, я вам говорила, что я нашла босоножки Stuart Weitzman здесь в Берлингтон. И вот мои нюдовые, а эти черные замши, вот, стоят уже 159, а я купила свои за 27. Кстати, также на втором этаже, помимо того, что здесь есть обувь, тут также большой мужской отдел. Поэтому, если вам нужно надеть своих любимых мужей, мужчин, то тут тоже можно найти много всего хорошего. Ой, ребят, если честно, я уже выстала. По такому магазину пройти все это вообще невозможно. А с вами поднимаемся на третий этаж. Тут у нас уже представлено белье. Но мы сегодня уже не будем на чего смотреть, потому что у меня уже сил нет. А также представлено большое количество одежды для детей. Так же, как и обувь. Потом, также одежда больших размеров. Верхняя одежда, детская и товары для дома. На третьем этаже уже находятся. Но я говорю, что у меня уже нет сил вам это все показывать. Ладно, я пошла. Наверное, все-таки я плачу за это прекрасное платье от BCBG. Я не могу его здесь оставить. И даже если я передумаю, то я смогу его вернуть. А если вот я его не возьму, то потом оно уже навряд ли здесь будет. Я вам говорила. Если что-то нравится, надо брать. Если передумаешь, всегда можно вернуть. Ну что, ребята, думаю, мы на сегодня уже закончили с вами шопинг. Потому что, мне кажется, и так видео получилось слишком длинным. Я не хочу вас перенагружать информацией. Но в любом случае, если вам понравился такой формат, то дайте мне об этом знать. И мы дальше уже снимем другие магазины. Естественно, также я буду показывать магазины, доступ у которых у вас также есть. Если хотите, мы можем сделать какой-нибудь заказ в Zara или в Mango, чтобы я показала, как эти вещи сидят, как я их буду стилизовать. И потом также, возможно, вас вдохновить на это. И сейчас я направляюсь в сторону метро. Уже поеду домой. Я еще также зашла, кстати, в TG Max. Там столько всего интересного. В общем, мне не терпится сделать продолжение. Но это, опять же, только в том случае, если вам это интересно. А как я пойму, интересно вам это или нет, то, естественно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали. А я вот всех. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok